здравствуйте дорогие друзья сегодня я готовлюсь к новому году как и вы все к сожалению мне приходится готовиться ночью после тяжелой рабочей смены помогать мне будет вот такая елочка в горшочке которая продается в известной торговой сети варить я сегодня буду холодец или студень как говорят у нас в санкт-петербурге для своего шикарного и наваристого студня я взяла главный ингредиент это 5 литровая кастрюля и в нее я загружаю вот такую рульку купила я ее в той же сети что и елочку она была в упаковке и весь это на 2 килограмма также я взяла одну свиную ножку разрубленную напополам я ее очень хорошо вымыл и отскоблила ножом это конечно не самая чистая часть свиного организма но без нее студень не получится и я еще положу кусочек говядины у меня кусочек на пол килограмма потому что у меня очень мясная рулька если у вас рулька более худенькая то говядины можно взять и побольше и теперь вливаем главный секретный ингредиент это обычный рассол от огурцов целый стакан заливаем наше мясо водой до самого верха и доводим до кипения а пока студень закипает я почищу морковь и лук пенку с бульона надо снять бульон закипел и я опускаю в него одну морковь я ее отскоблила одну луковицу в шелухе я просто очистила верхние листья и срезала кончики теперь нам надо бульон посолить учитывая то что у нас в литра сол и в то же время то что бульон у нас выкипит я положу целую столовую ложку соли добавлю 3 лавровых листика для аромата и черный перчик горошком теперь я убавлю огонь до минимума накрою студень крышкой и буду варить до утра примерно 8 часов студень у меня варился 8 часов и уже успел остыть морковку с луком я выбросила они свою функцию выполнили и теперь нам надо достать мясо из бульона и отделить его от костей шкуры вот такая рулька у нас замечательная мясо просто снимаю с кости и выложу в отдельную посуду вот эти вот жилочки выбрасывать не надо это тоже придает студню крепкость и вязкость ножку нам надо тоже тщательно разобрать все косточки вынуть остатки мяса жилочки это все не надо выбрасывать это все пойдет в студень вот такие жилочки они очень нужны такие шкуру и кости выбрасываем вот сколько мяса у меня получилось из ножки надо очень тщательно вынуть все мелкие косточки и вы это мясо если хотите можете мелко мелко порезать кто любит ну а я хочу сделать все по-быстрому и пропущу через мясорубку так будет очень нежно теперь мясо надо выдавить через пресс чеснок тут по вкусу кто сколько любит у меня 10 долек надо налить через ситечка немного бульона чтобы легче было перемешать мясо и все перемешаем теперь мясо можно разложить в красивые мисочки то что пойдет на стол а то что мы будем доедать после праздников можно положить вот в такие пластиковые контейнеры с крышкой их потом очень удобно хранить в холодильнике друг на друге мясо я кладу много не жалею плотно утрамбовывать его не надо у меня получилось 5 вот таких больших порций кстати такой контейнер можно собрать с собой гостям если им понравится ваш студия не я уверена что он понравится и теперь это все можно заливать бульоном бульон конечно у нас получился безумно ароматный благодаря рассолу так что используйте пожалуйста этот секрет вы никогда не пожалеете и вот так заливаем аккуратненько бульоном стараясь так чтобы бульон охватила на все порции нежнейший ароматнейшие очень мясной студень почти готов теперь надо дождаться пока он окончательно остынет и убрать его в холодильник до застывания и буквально через три-четыре часа уже полноценное вкусное блюдо на новогодний стол готова спасибо вам за внимание и приятного аппетита durability cleanse ну а и 还有 а и и и и и и и Продолжение следует...